Таташа, скажи, пожалуйста, в чем заключается метод инфодайвинг и что вообще такое, что собой представляет инфодайвинг? Инфодайвинг – это новое направление, которое мы сейчас активно прорабатываем, разрабатываем. По сути дела, инфодайвинг – это погружение за информацией. Инфодайвинг. Погружение куда? Погружение в себя. Погружение в свой внутренний мир. Мы идем в состояние торможения. Мы погружаемся туда, где находится наша душа. Наша точка сборки восприятия создает свою собственную реальность, субъективную реальность, где мы – хозяева этой реальности. То есть, по сути дела, в мозг поступают сигналы по всем каналам восприятия, мозг их обрабатывает и формирует вот эту симуляцию, в которой мы играем под названием «Жизнь». И когда мы осознанно приходим в это восприятие свое, когда мы притормаживаем, погружаемся вглубь себя, в какой-то момент мы вдруг обнаруживаем, что там есть ответ абсолютно на любой вопрос. Это бывает, возможно, только в том случае, если человек достаточно целостен, если у него гармонично выстроена жизнь, когда его ничто не беспокоит, не отвлекает от погружения в свой внутренний мир. И вот в этих случаях получается, что мы имеем доступ практически к любой информации. Что это значит? Это не значит, что мы полезем кому-то в личную жизнь или будем считывать какие-то военные секреты, хотя и то, и другое, в принципе, возможно. Интерес представляет немножко другое. Интерес представляет сама психика человека, ее возможности, ее ресурсы. Это просто безграничный океан возможностей человека. Потому что в этих состояниях приход информации чувствуется как озарение, только это озарение управляемое, когда мы осознанно приходим и входим вот в эти состояния управляемого озарения. Когда у нас есть запрос на получение какой-то информации, и мы тут же слышим ответ по этой информации. То есть вот это и называется инфодайвинг, переход в себя за информацией. Откуда в себе берется информация? То есть каков источник, с которыми мы будем? Классный вопрос. На самом деле, когда мы начинали только заниматься, мы шли, руководствуясь некоторыми эзотерическими учениями, критериями, включая религиозные и так далее. У нас не было своего опыта. И в какой-то момент мы вдруг обнаружили, что погружаясь в себя до определенного уровня, вдруг выходишь в яркий свет. Причем каждый видит этот свет по-своему. И вот этот свет выдает информацию. Мы его назвали светом души. И считаем, что мы приходим к душе. Можно считать по-другому. В принципе, все, что касается концепции и взглядов любых, мы вне концепции, вне религии, вне каких-то вещей, именно религиозного толка, мы стараемся наблюдать за концепциями. То есть это состояние параллельно наблюдения за реальностью. И вот в этом состоянии ты как бы вне игры и в то же самое время ты в своем внутреннем мире. И тогда у тебя образуется такой зазор, когда ты можешь получать эту информацию. Но для того, чтобы до него добраться, нужен какой-то определенный метод. Как это происходит технически? Что происходит с дайвером, когда он находится в этом состоянии? Технически отталкивались мы от техник гипноза. То есть, грубо говоря, энное количество лет мы посвятили изучению гипнотехник. И первоначально мы тоже были убеждены, что есть 9 стадий погружения по каткову. И сомнамбулизм – это самая последняя стадия, ее еще называют зомбированием. И дальше ходить нельзя, потому что все, что дальше, почему-то шло переключение в объективную реальность, где речь шла о том, что есть некие тонкие миры, астральные, ментальные, каузальные и так далее. И что там страшно, что там сущности и так далее. То есть, у нас была каша, связанная с экстрасенсорным восприятием в объективной реальности. В какой-то момент до нас дошло, что мы уходим в свое личное персональное восприятие, где есть только мы. Там нет никаких сущностей, если мы их не создали. Там нет никаких миров, если мы их не придумали. Там ничего этого нет до тех пор, пока мы не зададим вопрос. Мы приходим туда, где есть режиссирование нашей реальностью. Оно идет в информационном плане. И получается, что мы позволили себе в таблице Каткова пойти дальше, за сомнамбулизм. И дальше вот эта часть уже как-то не названа. То есть, вроде человек находится в состоянии, включая восковую каталепсию, когда он уже спит глубоко. И потом его мозг активируешь и предлагаешь ему другую реальность, создаешь ему. Приглашаешь там кого-то для общения. Либо ты начинаешь задавать вопросы, у него часть мозга активируется. В науке эту часть называли парасомнамбулизмом. Где-то есть терминология, где-то нет терминологии. Мы пошли еще дальше. Мы пошли вглубь себя, пришли конкретно к душе и начали задавать конкретные вопросы. И так как здесь уже терминология обрывалась, мы это назвали инфодайвингом. То есть, чтобы было понятно, о какой глубине идет речь. То есть, по сути дела, получается сон во сне, а иногда два раза сон во сне. То есть, сон во сне и еще раз во сне. И таким образом, через сон во сне мы приходим вот к этим реальностям. Хотя при этом человек, который находится в состоянии погружения, он прекрасно себя чувствует, он расслаблен, он спокоен. У него очень четкое и ясное сознание. У него не отключен, а работает аналитическое мышление. Четко работает программа ума. У него работает, по сути дела, все. Иногда даже тело достаточно легко двигается. Вот после того, как его из пассивного состояния переводишь в активное. При этом присутствует некая заторможенность, которая и по глазам, и по физиологическим реакциям говорит, что человек вроде как спит и в то же самое время бодрствует одновременно. И вот это такие состояния сознания, внутренние состояния сознания, потому что, опять-таки, нет терминологии. Если мы возьмем, скажем, измененное состояние сознания, это не про это. То есть у человека будет ассоциация у кого-то с шизофренией, у кого-то с болезнями и так далее. Поэтому взвесив все за и против, которые сегодня есть в лексике, мы назвали это внутренним состоянием сознания, когда человек идет в себя и внутри себя в определенных режимах торможения, определенная часть коры головного мозга активируется, и вот в этом состоянии человек как будто спит, и потом во сне просыпается, а потом еще раз иногда просыпается. И вот так мы берем информацию. Доходит до души и задает ей вопрос. Кто подходит на роль инфродаевра и какая нужна предварительная подготовка или какие знания для этого необходимы? Смотрите, если человек имеет природную склонность к сомнамбулизму, то все очень просто. Человека достаточно дать какие-то практические навыки, чтобы он хотя бы один раз прочувствовал, и у него получилось, чтобы у него был свой собственный жизненный опыт. И потом это дотренировать. То есть, грубо говоря, от полутора до трех месяцев тренировки, и человек уже будет выдавать результат. Это если у человека нет жестких концептуальных убеждений. То есть у него более-менее все чисто с фильтрами мировосприятия, когда он не привязан, не фанатичен в какой-то религии, когда он не фанатичен в каких-то убеждениях, когда у него есть определенный жизненный опыт, но при этом критическое мышление, но при этом у него нет каких-то жестких привязок в миру. Если он достаточно свободен, гибок, чист, может выходить в режимы наблюдения за собой, за людьми и за миром, и если он склонен к сомнамбулизму, то, в принципе, работа ведется достаточно быстро. Это называется раскачка. Мы просто раскачиваем человека, доводим до определенного якорного состояния, и потом в это состояние он может ходить сам, даже без прохождения стадии сомнамбулизма, когда сел на якорь, упал в нужное состояние и берет информацию. Все очень быстро тренируется, якорится. Это все физиологические и психические возможности человека. Сложнее с людьми, которые не имеют склонности к сомнамбулизму, потому что у них на дороге вылазят страхи недоверия, вылазят страхи сомнения. Я называю это тараканами, грубо говоря. Но у человека возникает ряд программ, которые его останавливают во время погружения. И это уже надо отрабатывать. Это кусок работы, можно ее назвать психотерапевтической работой, и правильнее будет так назвать, когда у человека чистятся программы. И только после этого у него внутри открывается позволение самому себе загрузиться. То есть это программы, не позволение самому себе. И есть еще отдельный вид тренировок в инфодайвинге. Это техническая база. То есть мы можем брать информацию, а мы можем работать с другими людьми. Вот представьте, что рядом стоят компьютеры. Мой компьютер, ваш компьютер, ваш компьютер. И нам надо помочь настроить психику другого компьютера, чтобы у него тоже получалось. И мы можем со своего настроить другого человека. На этом уровне, когда мы приходим к душе, это возможно, такой человеческий интернет. Но для того, чтобы это делать, надо знать техническую базу. Вот изучение технической базы, а тем более отработка этой базы, практическая отработка, это уже годы. Это уже годы. Это большое количество психотехник, это большое количество знаний, это огромный кусок работы. Ну, у нас на психотерапевта учат годами, да. А здесь это большой кусок, который и психотерапия, и экстрасенсорика, и магия, и все вместе в один клубок завязано, да, и выдано в эфир. Пользуйтесь на результат. Главное – результат, чтобы был проявлен результат. То есть на сегодняшний день существует два основных направлений, это непосредственный инфодайвинг и дополнительный настройок. Что еще, какие еще направления готовятся или видны, или используются? На сегодняшний день мы видим практическое применение инфодайвинга. Ну вот представьте, вы оказались возле океана информации, неисчерпаемого океана. Вы приходите, и вас отчеркнуть оттуда нечем, кроме вот вашего головного мозга, да, и вашего интереса приложить куда-то точку внимания, да. И получается, что на сегодняшний день те моменты, которые мы начали прорабатывать, мы начали прорабатывать, но первое, что пошло, это, конечно, помощь другим людям, целительство, да. Либо же психотерапия, тоже как вариант, либо экстрасенсорная помощь, там, другим людям. Она больше идет через обучение человека. То есть люди привыкли, что придет врач, их вылечит. В случае инфодайвинга это не так. Самое важное это то, чтобы человек включился и понял, что все проблемы в нем, психосоматика его, это он накопил такой жизненный опыт, и этот опыт ему надо перепрописать. Это его компьютер, там стоят такие программы, и эти программы надо перепрописать на другие, заменить, добавить какие-то драйвера, какие-то удалить и так далее. И это делает сам человек. Мы ему помогаем. В этих состояниях мы его подводим, показываем программу, с которой он работает сам под нашу диктовку. То есть, грубо говоря, мы как программисты работаем. Вот это направление сейчас в целительстве активно в разработку идет. Это первое, что у нас пошло. Второе направление, которое мы начали разрабатывать активно, это техническое направление. То есть, грубо говоря, мы подключаемся и можем взять информацию о любом изобретении. Причем, начиная от идеи, каким может быть изобретение, от каких-то креативных подходов до мельчайших технических прописываний. Это занимает не одно погружение. То есть, тут еще важно, какой интеллектуальный уровень у людей, техническая база у людей, которые этим занимаются. То есть, здесь важны тоже профессионалы. У человека есть определенная нейронная сеть. И если у меня этой нейронной сети нету, и в жизненном опыте этого нету, то я в дырявое ведро не возьму информацию. Значит, надо подойти с тем, что у тебя есть нормальный интеллектуальный уровень для того, чтобы это взять. И получается, что это не один человек, а группа людей, которые вот так грузятся, по куску достают. Это называется расшаривание информации на определенном информационном уровне. И мы по кусочку это все собираем. Потом целостно оцениваем. И потом из этого уже смотрим, что из этого можно слепить, какой продукт сделать, какую идею. Ну, проще всего, конечно, работают идеи. Уже техническое изобретение сложнее. Вот сейчас мы начали прорабатывать эту тему. Следующее направление, которое яркое, к которому мы только подошли, видим просто неимоверные перспективы, но не успеваем все сделать, потому что группа у нас еще небольшая, и ресурсы небольшие. Но это огромное направление. Это спорт. Вот представьте, есть определенные критерии оценки возможностей спортсмена. Вот у него такое тело, и до сих пор спорт оценивает все по физиологии. Вот у него такие критерии оценки его физического тела, и дальше он не может прыгнуть, да? Если мы заходим с точки зрения его программного обеспечения, мы можем сменить настройки тела. Мы можем расширить его возможности. Мало того, что мы можем ему психоэмоционально поддержать, энергетически поддержать и так далее. Это дополнительные возможности. Мы можем изменять его настройки физические. Так, чтобы они были в гармонии с психикой. Потому что чем прекрасен инфодайвинг, когда мы работаем вот с душой, вот с этой энергетической, яркой, сильнейшей, силовой сутью человека, там ресурсы неограниченные. И ты не можешь там причинить вред человеку. То есть, если эта часть согласной принимает изменения, и это в плюс человеку, везде вин-вин выиграл, выиграл договоры все, то оно встраивается в жизнь человека, и это гармонично. То есть, если допингом мы можем убить человека, то в данном случае мы его не можем убить. Мы ему можем помочь изменить настройки. И это вообще просто неимоверные ресурсы открывают возможности психические человека. Да? Вот следующее получается у нас спорт. То, которое пойдет еще в разработку. А фактически это, ну я не знаю, сферы, где это не может быть применено. Самое главное, что когда начинаешь с человеком работать, первое, к чему мы приводим, когда человек начинает чувствовать свою душу, он становится счастливым. Вот когда впервые человек действительно выстраивается, вот этот коннект, люди плачут. Плачут от счастья. Потому что они слышат себя, они слышат свою душу. Вот это, конечно, самого дорогого стоит. Потому что у человека убирается боль. Человек начинает слышать себя. Ну и дальше идут уже трансформации. А если говорить более приземленно, чем обычный человек, который ходит по улице, чем ему это может помочь, чем ему это может быть выгодно, чем может заинтересовать? Самое направление инфраструктуры. Обычный человек, он страдает, болеет, не всегда работает на любимой работе. В его жизни кто-то виноват. Государство не дало ему зарплату в нужном объеме. Он вынужден пользоваться метро, хочет ездить на Мерседесе. У него свои проблемы каждый раз, да? И он рисует какую-то свою картину мира. Так вот, когда он начинает заниматься инфодайвингом, он начинает осознавать, что нужно, а что не нужно ему конкретно, да? То есть где разводы ума, а где он настоящий. Он перестает лгать себе. Он приходит к себе настоящему, искренне, он начинает слышать себя. И боль уходит. Самое главное – это уходит боль из жизни. То есть все вещи, которые цепляют его и причиняют боль, они отрабатываются на самом раннем этапе, чтобы дойти до состояния глубокой загрузки. Человек не придет к информации, если он в дисгармонии. То есть для того, чтобы вообще настроиться, и для этого есть целое направление, оно называется инфотюнинг, да? Это когда мы берем человека, тренируем и работаем с ним, помогаем удалить с его компьютера ненужные драйвера, ненужные программы, отладить все вот эти психические механизмы внутри, чтобы у него получился доступ к самому себе. И когда это случается, это состояние радости и счастья. Человек становится счастливым. Поэтому я не знаю человека, кому не нужен инфодайвинг. Более того, если мы возьмем и сравним, вот много же на самом деле течений в психотехниках, которые обещают человеку мгновенное исцеление, счастье и так далее, да? И все зазывают, стань ты-то хилером, стань другим, другое направление там возьми. И стань, начни преподавать, и ты будешь счастлив, и ты будешь нести духовный свет людям. Все секты на этом сидят, и все духовные направления на этом сидят. И все тренинговые разные группы на этом сидят. То есть есть целый спектр на сегодняшний день услуг на рынке на эту тему. Но на сегодня никто не говорит человеку, что ты просто будешь счастлив в том, что тебе предназначено. То есть можно стать лидером, если тебе это лидерство в предназначении не светит, да? То ты просто стань сапожником, но очень хорошим сапожником. Стань футболистом, лучшим футболистом. Стань дирижером, прекрасным дирижером. Любым исполнителем. Все профессии прекрасны. Мы пришли сюда играть. Играть в любви, радости и счастье. Вот инфодайвинг единственный, который говорит, нет, мы вас не ждем в инфодайверы. Мы вас не ждем в то, что вы пойдете учиться и станете там в нашей команде одним из. Мы просто вас научим, дадим инструмент, с которым вы пойдете в свои жизни и станете успешными там, где вам предназначено быть. Там, где скажет ваша душа, не моя. Конечно, у этого есть обратная сторона медали. Потому что ведь проще ответственность спихнуть на государство или на предприятие прийти наемным работникам на зарплату. А покажите мне, сколько душ этого хотят. Нет, я встречала людей, у которых душа говорила, я хочу заниматься вот этим, и я хочу, чтобы мне уже было готовое место, где я буду работать. Такое тоже встречается. Но таких душ значительно меньше, чем тех, которые говорят, я хочу творить, я хочу писать, я хочу мастерить, я хочу проявляться как-то самостоятельно, цельно. Как-то порабощение тогда уходит, и человек становится свободным. Вот это обратная сторона медали. С одной стороны счастье, а с другой стороны полная свобода. Свобода выбора. Тот выбор, о котором все говорят, но которого по карме у нас фактически нет. А в данном случае он появляется. Потому что для того, чтобы к этому прийти, надо зачистить ресурсные травмы. То есть то, что называется кармой. Это вообще глубочайшая штука, до которой, ну я не знаю, сколько жизней надо пройти, чтобы дожить. А здесь осознанно можно достаточно быстро напрямую пройти и сделать абсолютно безопасным образом. Кстати, говоря о предприятиях, для обычного человека понятно, а для бизнеса чем их не хватает? Может быть полезен? Ой, все бизнесы из-за ресурсных травм. То есть, грубо говоря, каким образом человеку случается открыть тот или иной бизнес? Ну вот так случилось, что дядя там подарил цистерну с топливом, и у него это проявилось вот так-то. А у другого человека вдруг так сложились обстоятельства, что его мама заставила играть на скрипке, и вот он играл, 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 и у него обстоятельства сложились так, что он стал музыкантом. А у третьего человека вот-вот-вот и опять. И так сложились обстоятельства, потому что наша психика устроена таким образом. Мы выбираем себе жизнь сами. Мы приходим в эту жизнь, но наше высшее я, оно накачивает определенные объемы средства для снятия фильма, объемы энергии и информации. Это называется ресурсной травмой. И это бюджет фильма под названием «Жизнь». И весь сценарий у нас уже прописан. Весь сценарий. Мы вроде хотим и говорим, мы свободны и так далее. И мы даже бизнес свободны открыть. А на самом деле этот бизнес мы открываем из ресурсной травмы. Когда я начала это понимать и обнаружила на себе, что стоило ужать мою ресурсную травму по неподаренной в детстве машинке, рухнуло мое проявление с автомобилями, и автомобиль, который стоял разобранный в гараже моего сына, так до сих пор и не собран, уходит на продажу. Выпущена энергия, бюджет фильма дальше отсутствует. Но при этом сценарий под названием «Жизнь» пишется, и здесь уже приходится включать, а что же мне интересно, а что интересно душе, а как я хочу проявиться, а как я хочу. И тут идет другая жизнь. Жизнь, когда прет от энергии, а ведь когда тебе интересно, у тебя куча энергии, да? И тебя прет, ты не считаешь рабочий день 8 часов, а потом я пойду есть чипсы. 18 часов нормально, энергии хватает, еще и на завтра, еще всех остальных заряжу, потому что я люблю творить, я делаю любимую работу. Но ее работой назвать нельзя, это творчество, это жизнь, да? То есть тогда живешь в удовольствии. Поэтому для бизнеса, когда бизнес из интереса, это поток энергии, это поток информации, это поток открытий, это не зарабатывание денег, это творение. Вот это бизнес. А если сейчас взять бизнес, то это из травмы, попытка заработать денег, выжить из соседа и так далее. Другая чистота, другие отношения, да? И смотришь на бизнес, и на бизнесменов, иногда становится грустно, потому что если бы ресурсную травму проработали, то этот бы бизнесмен этим не занимался, а летал бы и творил бы, да? Поэтому для бизнеса проработка, вот это один из видов проработки, это то, что касается руководства бизнеса. А у руководства бизнеса, если бизнес крупный, там еще есть целая компания, и там куча нереализованных травматиков. Так вот, если этих травматиков отработать, у них половина вообще не должно там присутствовать. Они на самом деле съедают бюджет фирмы и мешают. А вместо них может прийти меньшее количество, но которые на интересе, у которых душа прется. И они дадут выхлоп в 10 раз больше, чем все эти травматики вместе взятые. Вот это тоже через инфодайвинг. Потому что, когда начинаешь работать, понимаешь, вот этот человек на этой фирме, а этот не должен, а этот на это. Душа сама говорит, я не хочу здесь работать, я хочу уйти. И эта информация, она первично не успела загрузиться, уже выдаешь эту информацию по людям, это все легко. Не надо никаких дополнительных там моментов. И интересно, там дальше магия работает. Вот ты только не успел осознать, что этот человек лишний балласт, как этот человек вдруг пишет заявление на увольнение. Он говорит, не нравится ваша фирма, я нашел другое место работы. Его даже увольнять не надо, он сам ходит. То есть это магическое стечение обстоятельств. Где здесь магия? В вашей картине мира начала присутствовать осознанность. И вы осознанно начали выбирать. Я оставляю или выбираю. Если вы осознаны, то это работает мгновенно. Вот так работает инфодайвинг. На самом деле это очень глубокие вещи по картине, реальности, по тому, как устроена вот эта симуляция. С людьми, с компанией непонятно. А чем инфодайвинг может помочь человечеству? У которого запрос на личный двигатель, на вечную молодость и прочие вечные гаджеты? Вы представляете, вы приходите к океану энергии и возможностей. Как же оттуда отчерпнуть кусочек? Отчерпывать-то не надо, потому что этот океан у вас. Просто надо привыкнуть, что он есть. И, соответственно, ваше сознание, которое создает эту реальность, оно доминантно. И если ваше сознание и ваша душа доминантны, они находят вариант, как увеличить ресурсы тела физически, как повлиять на ваше долголетие, как повлиять на ваш внешний вид, на вашу молодость. То есть, по сути дела, у этого океана возможности просто феноменальные. А что касается технической части и вечного двигателя, вот, наверное, вы чуть-чуть рано задали вопрос, давайте через два месяца на эту тему, потому что у нас как раз на тему свободной энергии идут эксперименты. И мы как раз на эту тему берем информацию. И ее действительно приходит много. То есть информационная составляющая у нас сейчас хорошая. И я думаю, что какие-то вещи мы в скором времени проявим, потому что действительно по технике мы полезли и ищем варианты. Это же интересно. Это просто интересно. Представляете, свободная энергия. Вау. От одного даже слова, так мурашки идут, да? Значит, туда надо залезть. Что еще важно бы или интересно бы нужно знать об инфодайвинге? То, что это абсолютно безопасно, абсолютно безопасно. Причинить вред психике или здоровью человека в инфодайвинге невозможно. Я это заявляю абсолютно открыто, абсолютно четко и прямо, да? Потому что мы идем в себя, погружаемся в себя. Того, кого мы встретим на пути, это только наши составляющие, в частности, наша душа, да? Ну, кто-то еще, может, свой пищевод встретит, если ему захочется на него посмотреть. Ну, в зависимости, как он туда пойдет, не знаю. Ну, это шутка. Но на самом деле, что такое инфодайвинг? Это сон во сне и иногда еще раз во сне, да? И даже выходим мы из состояния, мы просыпаемся раз, просыпаемся два, да? Поэтому самое страшное, если человек загрузился, потерялся, не нашелся, что-то случилось, что-то отрубилось, человек просто прекрасно выспится, проснется здоровым, отдохнувшим, потому что сон будет крепким, классным. Вот это самое тяжелое последствие, которое может случиться, если инфодайвер провалился. Это абсолютно безопасно. И в этом вся прелесть. Потому что, когда мы работаем с кем-то, мы можем что-то утворить. Когда мы работаем с собой и в себе, мы ничего утворить не можем. Бог создал все варианты техники безопасности для того, чтобы мы не влезли туда, куда не надо. И когда даже мы работаем с другим человеком, там есть его защитные механизмы, включая душу, которая говорит, нет, я не согласна на это. И все. И то, на что она не согласна, ты не протолкнешь. Это не белорусский бизнес, когда ты можешь навязать, зажать, защемить, еще что-то. Нет. Здесь все вин-вин, выиграл-выиграл. Здесь другие отношения на другом частотном уровне. Поэтому вот все эти настроечные вещи абсолютно безопасны, комфортны, приятны. И те, кто начинает заниматься, четко понимают, что вот они отзанимались, можно там 3-4 часа быть в загрузе. Потом выходишь из состояния, у тебя куча энергии, такое блаженное состояние, отдохнувшее. Ты поработал и отдохнул. Просто классное состояние. Эйфорийное. Спасибо. Спасибо.